Что самое плохое вы делали со своими симами в игре Sims? Часть третья. Позвольте мне рассказать вам о Бобе. Я играл в одну странную версию Sims 2 для PS2, когда мне было 8 лет. У меня была прекрасная семья, у мужа и жены была хорошая работа, и дом, который они построили, был дорогим. Но, тем не менее, он был построен со вкусом. Дети получали хорошие оценки и были счастливы. Все было хорошо. В конце концов, семья стала достаточно богатой, чтобы им понадобилось больше места. И я решил построить для них новый красивый дом. Я потратил примерно 2 часа на то, чтобы сделать этот чертов дом идеальным. Там, конечно, был крытый бассейн и все такое, но мне было всего 8 лет, и я забыл самую важную чертову вещь, которую можно купить, когда вы строите дом. Когда вы переезжаете, к вам должны прийти ваши соседи, чтобы познакомиться с вами. Я не очень внимательно смотрел за тем, что происходило в доме, и однажды я увидел, как к одному из моих симов пришел сосед в зеленой рубашке. Его звали Боб. Боб ни с кем не разговаривал. Боб поднялся по первой лестнице и направился на кухню. Боб немедленно включил огонь. Обычно, когда в доме начинался пожар, все было под контролем, потому что у меня всегда была сигнализация, которая уведомляет пожарную часть. Но все было бы не так плохо, если бы я в этот дом не забыл купить сигнализацию. Обычно, когда начинается пожар, симы бегут в комнату, где он находится, и начинают нервно что-то делать или пытаться потушить его. Все симы, но только не Боб. Боб просто ушел. Боб реально просто ушел без единой эмоции на лице, оставив мою семью одной на кухне. Мать и отец отправились на тот свет во время пожара, а дети были увезены специальными службами, потому что их родителей больше нет. И самое страшное то, что никто из моих симов не мог позвать на помощь, потому что я также забыл купить телефон. Я смотрел, как моя любимая семья горит и поклялся, что пока я живу, для Боба не будет безопасного места в мире. Каждый раз, когда я создавал новый квартал, он возрождался всегда в одном и том же дерьмовом доме без друзей или семьи. Я отправлял на тот свет Боба всеми доступными для игры способами. Он утонул, истощался от голода, а также в него била молния. Каждый раз, когда я начинал новую игру, я сначала отправлял на тот свет Боба, и только потом начинал что-то делать. Никто больше не приходил и не сжигал мой дом и даже не пользовался моей кухней. Только Боб. Боба больше не было в следующих сериях игры. Мне нравится предполагать, что я как-то связан с этим. Я построил бы гигантский красивый дом и затем в подвале сделал бы огромное место, похожее на темницу, где была бы только одна дерьмовая кровать, туалет и холодильник. Затем бы я начал встречать соседей на улице и приглашать их к себе в дом. А затем запирать их внизу в подвале, пока город полностью не опустеет. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу всё самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдёте в описании. Я женился на женщине, которая оказалась просто ленивой неряхой. Она не хотела убираться за собой, отказывалась ходить на работу и просто постоянно ныла из-за того срача, в котором она жила. Наконец, я больше не смог это выносить и поэтому заманил её в одну комнату в подвале. Запер дверь и оставил её там. В конце концов, она отправилась на тот свет в луже собственной грязи. Я считал, что это будет идеальным решением, если она отправится на тот свет именно в том, в чём она и жила, в грязи. Тогда я женился на другой женщине. Она была просто идеальной женой. У нас была пара детей, моя жизнь была великолепной. Никто из них не знал ничего о разложении остатков в подвале. Затем появился призрак моей бывшей жены. В попытку успокоить её злобный дух, я начал с ней разговор. Мы болтали, мы флиртовали и так далее. И когда наш разговор зашёл слишком далеко, мы оказались у меня на кровати. Это было просто идеально, и после мы просто лежали вместе. И вдруг зашла моя нынешняя жена. Наша процветающая семья из пяти человек жила в нашем новом и красивом двухэтажном доме. Короче, был ужасно душный летний день. Поэтому папа сказал, эй все, давайте купаться в нашем новом бассейне. Все мгновенно обрадовались и прыгнули в бассейн. Все, кроме Дианы, старшей дочери. Она почему-то предпочла оставаться внутри дома и общаться в чате с мальчиками. Ну окей, вся семья плавает в этом новом бассейне, смеётся, плещется. Короче, прекрасно проводит время. Мама даже прыгла бомбочкой. Папа, я голоден, сказал Томми, наш младший сын. Хм, отвечает папа, мы плавали очень долго. Ладно, ребята, давайте будем вылазить. И я приготовлю пасту карбонара. Все дети согласились, и папа направляется к лестнице, чтобы выбраться из бассейна. Что за хрень, говорит он. Мог бы поклясться, что лестница была прямо здесь. Он оглядывается, чтобы найти лестницу, но он так и не смог её найти. Лестница просто пропала. Папа, спрашивает маленький Томми. Я, я не знаю, что происходит, отвечает папа. Все будет хорошо, просто будь спокойный, продолжай плавать. Лестница обязательно появится здесь рано или поздно, добавил папа. В итоге все начали быстро плавать по всему бассейну и лихорадочно искать лестницу. Потом, когда уже никто не мог себя контролировать, вся семья начала кричать и звать на помощь. Но Диана ничего не слышала, потому что она сидела в доме и плюс ко всему в наушниках. Прошло уже несколько часов. Самый младший, Билли, отправился на тот свет первым. Когда сила, наконец, покинула его тело, он просто опустился на дно. Его тело исчезло через некоторое время, а рядом с бассейном появилась маленькая могилочка. Томми и мама отправились на тот свет сразу же после этого. Душа папы была просто раздавлена. То, что начиналось как такой абсолютно счастливый день, теперь стало ужасной трагедией для всей семьи. А особенно для папы, ведь он остался единственным, кто еще был жив. Возможно, все закончилось бы хорошо, если бы был какой-то способ выбраться из бассейна без лестницы. Но сейчас уже было слишком поздно. Он отправился на тот свет последним, и на этом все закончилось. Бассейн стал пустым. И теперь часть моей истории, которая становится немного грустной. На следующее утро Диана выходит из своей комнаты. Мама? Папа? И ответа нету. Просто тишина. Она проверяет спальни, гостиную, подвал, никого. Она идет к соседям, и ее родителей там тоже нет. Затем она выходит и видит, что случилось. Она сразу опускается на колени и начинает плакать. Она плакала до такой степени, что ей стало очень плохо. И она едва могла дышать. Что здесь случилось? Почему вся моя семья отправилась на тот свет? Кто это сделал? Сказала она. Она продолжила плакать. Она плакала и плакала. В конце концов, другое чувство дает о себе знать. Урчание в животе уводит ее из мира скорби обратно в реальный мир. Она не ела со вчерашнего дня. Лучше быстро что-нибудь сделать, чтобы она могла продолжить свой траур. К сожалению, она так и не научилась готовить. Но это не было особой проблемой для нее. Она просто заказала себе пиццу. Она позвонила вместо доставки, и ей сказали, что пицца будет у нее через 30 минут. Она обрадовалась, ведь у нее появилось еще некоторое время для того, чтобы поскорбить. Она вернулась к бассейну и снова начала плакать. И вдруг она так сильно увлеклась своим трауром, что не услышала звонка в дверь, когда ее пицца прибыла к ней через полчаса спустя. Прошло несколько часов, и ее пицца просто лежала на крыльце все это время. Ее голод снова выводит ее из оцепенения, и она заходит в дом, чтобы заказать еще одну пиццу. Они говорят ей, что пицца приедет к ней через 30 минут. Она опять обрадовалась, ведь у нее опять появилось еще немного времени для скорби. Так продолжалось часами, а затем днями. Этот цикл продолжался. Он продолжался ровно так же, как и постоянно растущая куча гнилой пиццы перед ее домом. Диана все еще плакала, и при этом она даже не ела ничего. Ее тело было полностью истощено, живот был раздут и растянут. И затем она вошла в заключительную стадию голодания. Она опять позвонила в службу доставки. Ей опять сказали, что пицца будет у нее через 30 минут. «У меня так много времени, чтобы оплакать своих родителей», – думала она. «Так много времени». Она опять выползла обратно на улицу, чтобы побыть со своей семьей. Она свернулась калачиком рядом с местом, где был ее отец. Она последний раз вздохнула и заснула вечным сном. Ее, похожее на веточку, тело лежало неподвижно и затем просто исчезло. Ее могилка появилась рядом с ее отцом. Все, что я написал выше – абсолютная правда. Я реально наблюдал, как все это происходит. Я мог бы спасти ее, я мог бы сломать цикл. Но я решил действовать, как съемочная группа документального кино. Ведь после того, как у маленького львенка пропадает мама, всем интересно посмотреть за тем, как будет вести себя львенок. И поэтому я решил ничего не делать, ибо если мы не позволим природе идти своим чередом, как мы сможем по-настоящему понять то, что происходит в голове у этих симов? Ладно, окей, признаю. Пропажа лестницы у бассейна была моей ошибкой. Но после этого природа должна была сделать то, что должна. Я не хотел ей мешать. Это нехорошо, и я вообще не горжусь этим. Однажды я создал семью из одного взрослого белого мужчины, одного черного подростка и двух черных малышей. Я заставил их всех несколько раз напугаться до смерти и начал свои эксперименты в моей специальной лаборатории в горах. Дети находились в подвале и жили в подвале с одним туалетом. А сверху был холодильник с едой и бассейн. Если они смогут преодолеть свои страхи, то они выиграют и получат еду. А парень-подросток жил сам на одиноком острове, и у меня был специальный ученый, который наблюдал за ним. Я думаю, мы все можем узнать о наших странных интересах, играя в симов. Но я в них перестал играть недавно. И если вы хотите увидеть четвертую часть про симов, дайте знать в комментариях. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков. И поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 10 тысяч лайков. Всего-то 10 тысяч лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и, как обычно, ссылка на телеграм-канал в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok